Я хочу сегодня начать серию проповедей, точнее, три проповеди на тему «Скрытый потенциал». Ближайшие три воскресенья, если Бог позволит, я хочу поговорить об этом. И если вы смотрите анонсы проповедей, то я говорил, или точнее писал, что мы будем сегодня говорить о «Скрытом потенциале», или так называется проповедь «Потенциал, покрытый плотью». Я хочу говорить о том, что может беспокоить нас, может вдохновлять нас, а иногда может опустошать настолько, как будто у тебя уже нету сил по причине того, что ты чувствуешь внутри себя, что есть что-то, что ты еще даже до конца и не осознаешь, но тебе бы хотелось, чтобы это работало на полную мощность в твоей жизни. И во взаимоотношениях нашего внутреннего мира я хотел взять образом ковчег завета. Это было в Израиле. Ковчег в Израиле, он был такой сердцевиной их веры. Он стоял, если в Скинии, потом в храме, в святая святых, в таком особом отделенном месте за завесой, куда никто не мог входить, куда входил только первосвященник раз в год. И этот ковчег завета, он содержал себе три предмета. Давайте я прочитаю к вам из послания евреям 9 главы 3-4 стих. «За второй же завесой была Скиния, называемая «Святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манной, жезл араона, расцветший и скрижали завета. «Ковчег содержал в себе три предмета – золотой сосуд с манной, расцветший жезл араона и скрижали завета». Я о каждом предмете хочу поговорить подробно во всех трех проповедях, трех воскресеньях. И сегодня я буду говорить о скрижалях завета. Я начну со скрижали. Почему важно увидеть, что эти предметы, они лежали в ковчеге? Как я прочитал, ковчег не был витриной. Он не был витриной в музее, куда евреи приходили, чтобы посмотреть и вспомнить былое величие. Я хочу подчеркнуть это. Они были неким внутренним знаменателем в отношениях человека и Бога. Они определяли формулу взаимоотношений. И из всех многоразличных предметов и событий, которые Бог делал, Он выбрал именно эти три предмета. Например, Он мог бы выбрать жезл Моисея. В конце концов, жезл Моисея раздвинул море и сотворил чудеса перед лицом фараона или какие-то другие великие события, которые происходили между Богом и еврейским народом, который стал для нас источником и нашей веры через Иисуса Христа. Но Бог употребил эти три предмета в качестве того, чтобы их положили в то место, где Бог будет приходить и открываться священнику, чтобы священник то, что откроется, приносил людям. И вот в месте, где Бог хотел открываться человеку, Он говорит, мне нужно там, чтобы было три предмета. Я думаю, у всех у нас есть какие-то свои стандарты. Ну вот уйдем такому человеческому, плотскому, душевному, бытовому. У нас есть какие-то свои стандарты. Девушка, которая пытается выйти замуж, ну давайте не будем слова пытается, желает выйти замуж. У нее есть какие-то свои стандарты. Вот если будет это, 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 тогда, наверное, оно. Там я готова открыться. Юноша также, наверное, имеет. Бизнесмен, начальник на твоей работе. Когда мы соблюдаем определенный какие-то, знаменатель какой-то, он говорит, вот это открывает мое сердце, и я готов открыться. Вот Бог избрал манну Жезл Араона Рассветшей из Киржали для того места, где он будет открываться человечеству через своего священника. И это важно, потому что этот образ перешел дальше. Мы знаем, что Христос уже сейчас вошел, святая святых, невидимая для наших глаз, но существующая в небесах. Но оставим это пока. Итак, место, где Бог открывается, имеет три предмета. Я думаю, если мы внимательно посмотрим, мы также сможем разобраться и со своим внутренним миром, потому что это некий скрытый потенциал в нас. Если мы поймем, что внутри нашего сердца, внутри нашего ковчега может приводить нас к состоянию откровения, открытия нас самих, то нам станет, я думаю, гораздо проще. Давайте посмотрим сегодня на скрижале. Скрижале – это образ откровения. Однажды Христос сказал Петру, «Не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой на небесах». Откровение – это необъяснимое, но осознанное. Вот так я для себя сформулировал. Что такое откровение? Оно необъяснимо, но оно осознанно нами. Когда Петр говорил, «Ты, Христос, Сын Бога Живого», если бы к нему в это время подошел кто-то из раввинов или учителей Израиля и сказал, «Ну-ка, давай-ка мне истолкуй по Писанию», он бы, наверное, сказал, «Слушай, я рыбак». Ну, я, конечно, ходил в синагоги, в школу какие-то, основу знаю, Давид, Голиаф, Ной, ну, вот какие-то. Но чтобы объяснить – нет. Но я где-то внутри себя осознал, пережил, что передо мной стоит Тот, Кого я могу со всей смелостью назвать Христом, Кого мы ожидаем тысячелетия, чтобы Он спас нас. Откровение – это не то, что мы можем объяснить. Это то, что мы осознаем глубоко внутри себя. И поэтому Христос говорит ему «не плоть и кровь». То есть ты пришел к этому не алгоритмами интеллекта и не глубокими поисками. Ты пришел к этому через встречу или соприкосновение с Духом того, кто это вложил в тебя, вложил в твой ковчег это откровение, эту скрижаль, что рядом с тобою Христос. «Господь – Сын Бога Живого». Когда Бог давал Моисею скрижали, вы помните, что первые скрижали, они были письменом самого Господа. Сам Господь написал их. Даже не Моисей, Господь записал, Господь ему передал их. То есть Он их сформировал, Он их сделал, и Он не объяснял. Он просто Моисею передал это откровение как залог успешного взаимоотношения израильского народа и Бога. Он говорит, если вы хотите иметь успешные взаимоотношения со мною, вот это откровение, его не надо истолковывать, его не надо объяснять, ему не нужно никакое толкование. Вот эти десять заповедей, если ты принесешь, и вы будете им следовать, у вас будут прекрасные взаимоотношения со мною. И когда Моисей получил эти заповеди, и Моисей получил это слово, вы знаете, что в то время сам народ не был особенно готов к тому, чтобы получать его. Но чуть позже я к этому еще вернусь. Итак, мы сегодня говорим о первом предмете в ковчеге, о скрижалях. И часть первую я бы назвал так, «Противостояние». Я прочитаю два текста из Священного Писания и буду продолжать. Первый текст – это книга пророка Малахии, первая глава с 1 по 5 стих. «Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исаф Иакову? Говорит Господь. Но однако же я возлюбил Иакова, а Исафа возненавидел и предал горы его опустошению и владению его шакалам пустыни. «Если и дом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенные, то Господь Савов говорит, они построят, а я разрушу и прозовут их областью нечестивой, народом, над которым Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля». И второй текст – это послание апостола Павла к римлянам, 9 глава, 10-16 стих. «И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исаа возненавидел. Что же скажем, неужели не правда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего». Это история семьи Исаака и Ревеки. Когда двое росли в Ревеки, написано, что Бог одновременно испытывал два чувства. «Одна женщина, внутри нее двойня и у Бога двойное чувство. Одного Он возлюбил, а другого возненавидел». Некоторым из вас сейчас слово возненавидел и режет по ушам. Давайте уйдем от этого слова. Скажем, к одному Он благоволил, а к другому Он не благоволил. Одного Он одобрял, а другого Он не одобрял. И это странное чувство, которое было и переживалось внутри нее, внутри самой Ревеки. И логично было бы спросить, если Господь кому-то не благоволил, ну, может быть, просто нужно было перекрыть ему кислород. И вышел бы один, кому Он благоволил. Вы знаете, мы иногда смотрим на свою жизнь. И, наверное, когда двух разных людей ты видишь, может легче понять, но когда мы будем говорить о нашем внутреннем сокрытом потенциале, о нашем внутреннем мире, когда мы говорим о самом себе, понимаем ли мы, что внутри нас иногда есть плод, который раздвоенный. И в нас есть часть, которому Бог благоволит, и есть то, к чему Бог не благоволит. И мы иногда хотим так. Господь, давай просто сделаем то, к чему ты не благоволишь, просто перекрой ему кислород и оставь то, к чему ты благоволишь. И я буду свободный, счастливый, у меня все будет в порядке. Но история твоей жизни показывает, что чем дальше ты живешь, тем больше ты понимаешь, что тот, к чему Бог не благоволит, Он ему кислород не перекрыл. И это искушение время от времени продолжает вступать в борьбу с твоим духом к тому, к чему Бог благоволит. Иначе, если сказать словами апостола Павла, он говорит, что дух противится плоти, и плоть противится дух. И то, что плотское в нас, оно продолжает жить. Оно не омешлено. Как бы мы и не хотели этого. И когда Ревека переживала внутри себя двойню и осознавала вот эту внутреннюю борьбу, которая приносила ей, конечно, беспокойство, при этом Бог не умершляет одного и оставляет жить другого. Он дает обоим родиться. Когда мы говорим о Слове Божьем, оно само по себе совершенство. Оно чисто написано. Оно совершенно. Но при этом Слово, которое изошло от Бога и пришло к человеку, имея в себе совершенство Божье, оно вместило в себя несовершенство человека. Оно стало двойным зеркалом. С одной стороны, оно показывает нам величие Бога. С другой стороны, оно показывает нам немощь нашу. И оно показывает так, что оно не отвергает нас, но оно вмещает нас. И это удивительно в Божьем Слове, в тех скиржалях, которые получили евреи в том Божьем Слове, которое мы с вами получили. Давайте посмотрим Послание Кремлина, 8 глава, 3-5 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Вы знаете, контраст Библии, он настолько уникален, настолько удивительный, что и сегодня в общении с людьми, я не знаю, может быть, вы еще не сталкивались, не встречались, так как я служу пастором, я встречаюсь с этим достаточно часто, когда одно и то же слово по-разному трактуется, по-разному смотрится, по-разному применяется. Я в эту пятницу, этого нету в записи, поэтому вам надо приходить иногда в пятницу на молитву, я говорил о чуде в Кане Галилейской, я показывал силу ходатайственной молитвы, но кто-то в этом чуде видит только то, что была вода, стало вино, пить можно. Помышления духовные – суть жизни, помышления плотские – суть смерти. Мы можем брать одно и то же слово, одно и то же заповедь, но подходить абсолютно с разными источниками для истолкования этого слова. Поэтому, когда мы говорим о Божьем Слове, об этом потенциале откровения, открытия самих себя, оно помогает нам открыть себя и понять, а какие мы сегодня от того, как мы толпуем то слово, которое читаем. Когда ты читаешь слово, и ты видишь только то, что оно обвиняет другого в твою пользу, наверное, еще есть что-то душевное. Когда ты видишь слово, которое убирает сучок или бревно из твоего глаза, наверное, твое толкование уже духовное. Само по себе слово в ковчеге твоего сердца, оно позволяет тебе открыть самого себя для себя, чтобы понять, чем сегодня ты мотивирован и что сегодня вдохновляет. Если ты ищешь в Библии несоответствие, и все твои духовные поиски в Библии это найти что-то, что не соответствует, это говорит о том, что ты еще плотской, ты еще не исполнен Святого Духа, твоя жизнь, она еще не преобразована. Когда ты в Слове Божьем ищешь откровения, как апостолы сказали Христу, куда нам идти у тебя глаголы жизни вечной, другие искали во Христе, а что наделать с женами, разводиться, не разводиться, а как воскресенье будет и так далее, какая заповедь большая. Многие подходили к Иисусу, но они в этом Слове живом, воплощенном не видели одухотворения. Другие же говорили, у тебя глаголы жизни вечной, мы знаем, ты учитель от Бога. И так само Слово, сама скрижаль в нашем сердце, она помогает нам открыть и понять эту двойную природу в нас, эту двойную, эту борьбу внутри нас. И когда наш интеллект проигрывает битву греху, и мы не можем стоять в законе, приходит Божье Слово, как написано, Христос приходит, и Он оживляет для нас то, что для нас сложно вмещается, трудно вмещается. Вернемся к Моисею. Моисей получает скрижали. Если вы читали книгу Исход, вы знаете, что в этот момент делают евреи внизу. Они говорят Араону, мы не знаем, что произошло с Моисеем, и в тот самый момент, когда Моисей получает откровение, скрижали, они говорят сделай нам другого Бога, который будет перед нами. Когда мы смотрим на эту историю, она кажется нам такой достаточно радикальной. Но я уверен, мы можем и себя увидеть в ней. Что происходит? У евреев есть харизматичный лидер. Он видимый. Он совершает видимые чудеса. Что-то происходит видимое. динамика событий, она очень интенсивная. Очень интенсивная динамика событий. Они видят очень много всего. И в одном моменте это все пропадает. И они остаются без этого харизматичного лидера. А они привыкли быть ориентированными на видимое, на ощущение, на переживание. Им нужен вот этот, извините за выражение, харизматичный драйв. А когда харизматичный драйв пропал, пришло опустошение. А когда пришло опустошение, через время они говорят, послушай, мы так не можем. Нам нужно что-то видимое. Араон, что ты расселся, давай, делай нам видимое. И Араон делает видимое. И выходит телец, один из божеств Египта, откуда они ушли. И вы знаете, какую мысль я сегодня подумал? Интересно, что мы освободившись от чего-то, но перестав ощущать какое-то видимое харизматическое давление или влияние на нашу жизнь, когда мы попадаем вот в этот штиль, такой духовный штиль, мы начинаем искать контрасты из нашего прошлого. То, что раньше нам было недоступно, и в этих контрастах мы пытаемся найти святость или видимые ориентиры для себя. Я немножко объясню, чтобы это чуть-чуть запутано. Раньше для тебя было невозможно иметь свою машину. Ты был рабом в Египте, ты на кого-то пахал, и для тебя становится видимый ориентир, золотой телец. Я раньше этого не мог, и теперь я буду мерить свою святость тем контрастом, который раньше был мне недоступен. К сожалению, так иногда проповедуется Евангелие, основанное на контрасте того, что люди не имеют в Египте, если ты придешь к Богу, у тебя будет то, чего у тебя не было в Египте, но на самом деле это не благовестие Иисуса Христа, а попытка излить золотого тельца, который просто будет давать этот харизматичный драйв, он будет заряжать тебя на борьбу, ты будешь работать на трех работах, и так некоторые, освободившись от наркотиков в реабилитационных центрах, даже не появились в церквях по причине, перед ними теперь золотой телец, у них теперь новый драйв, им теперь новый, раньше было одно, теперь контраст изменился, вместо того, чтобы дождаться скрижали, откровения, которое поможет тебе осознать тот потенциал, который в тебе, и адаптировать его к твоей жизни, в момент получения скрижали, евреи продолжали гнаться за видимым, и это видимое многих из них в буквальном смысле погубило. Они погибли в погоне за золотым телецом, а некоторые выпили потом его растертым. Когда мы с вами размышляем об этом чуде, которых Бог положил в ковчег, скрижалях, откровениях, важно увидеть, что Бог в своей милости к нам, давая нам Слово Своё, Он позволяет прогрессировать какое-то время вместе тому, к чему Он благоволит и тому, к чему Он неблаговолит. И мы можем запутаться, если мы не вникаем в Божье Слово, нам может показаться, что Он благоволит ко всему в нас, но это неправда. Когда Исаф, будучи рожден первый, и двигаясь в душевных вопросах, Он преуспевал. У Него не было проблем. Он преуспевал в охоте, он преуспевал в отношениях с Отцом, он был достаточно преуспевающий человек, пока он двигался в душевном. Но когда Он замахнулся на духовное, Он потерпел абсолютное фиаско. И вот как мы можем понять и отличать в себе через Божье Слово, к чему Бог благоволит и к чему не благоволит. Пока ты будешь то, что в тебе есть, но оно не угодно Господу, оно может прогрессировать, пока ты будешь душевным. Но как только ты захочешь стать духовным, как только ты захочешь обратить это в духовное, ты начнешь терпеть фиаско. Давайте я спущусь снова на бытовую платформу. кто-то хочет иметь семью. Они создают семью. И не то, чтобы это Богу не угодно, это Богу угодно, но иногда как создает человек семью, вот это бывает, не всегда угодно Богу, потому что иногда семья создается через грех, а Богу это не угодно. И когда они создают семью, пока они в душевном, они прогрессируют. Но когда потом они хотят, чтобы их семья была благословлена, чтобы она была одухотворена, чтобы в их семье был потенциал Божий, вдруг они начинают терпеть фиаско. Они не способны вместе молиться, они не способны вместе служить, они не способны вместе идти к одному видению. Они начинают терпеть фиаско в духовном, хотя в душевном могут прогрессировать. Давайте перейдем к бизнесу. Иногда бизнес – это устремление души человека, и человек даже может заняться бизнесом, я скажу больше, он иногда может преуспевать в этом, но вопрос, благоволит к этому Бог или нет, начинается тогда, когда он пытается в свой бизнес внести духовные принципы. И когда он начинает туда вносить духовные принципы, вдруг начинается сыпаться весь его бизнес по той причине, что Исаф. Слово Божье, оно способно проявить внутри нас этот потенциал, определяя его и показывая на самом деле, к чему Бог благоволит. И, конечно, мы бы, возвращаясь к началу проповеди, могли бы сказать, ну, если Бог ты к этому не благоволишь, надо было этому сразу кислород перекрыть. Не будет Бог перекрывать кислород никогда и никому. Он позволит этому расти в тебе, чтобы дать тебе возможность определить, что угодно ему. Почему? Когда в Ревеке была эта внутренняя борьба, и когда Иаков с Исавом там производили какую-то вот такую между собой возню немножко, вопрос был у Ревеки такой, зачем мне это? Книга Бытие, 25 глава, с 21 по 23 стих. И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачал Ревека женов, жена его, сыновья в утробе ее стали биться. И она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени во чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И вот этот вопрос, зачем мне это, он достаточно странно звучит из ее уст, я чуть позже скажу об этом. Но когда происходит борьба внутри нас, у нас начинается вот этот вопрос. А нужно ли мне было это благословение? А нужно ли мне было это исцеление? Мы с вами прочитали, она была бесплодной. Она не могла иметь детей, Бог исцелил ее, но в какой-то момент она начинает задавать вопросы, когда она ощущает дискомфорт от того, что она получила через Божье благословение. Она получает дискомфорт, этот дискомфорт рождает в ней вопрос, мне это зачем? Или можно сказать так, если внутри меня этот дискомфорт, на самом ли деле Бог продолжает благоволить ко мне, когда внутри меня борьба от того, что Он мне дал? Бесплодие – это не вопрос бездействия. Бесплодие – это результат, точнее отсутствие результата при опыте взаимоотношений. Ревека имела взаимоотношения с Исааком, у них было все для того, чтобы родить. Но отсутствие способности родить показывало наличие бесплодия. Вы бывали когда-то в такой ситуации, когда у вас уже есть абсолютно все для того, чтобы был результат, но опытным путем вы понимаете, результата нет. Она уже получила статус, она уже достигла своей мечты. Это произошло по любви, я скажу больше, это произошло по откровению и обетованию Божьему. Она уже вошла в то, к чему она стремилась, и когда она вошла в то, к чему она стремилась, она не смогла наполнить то, что она получила. Она уже была замужем, она уже имела опыт с Исааком, но она не имела детей, потому что у нее не было исцеления. Мы можем с вами получить статус, мы можем с вами войти в определенные сферы, для нас могут открыться определенные горизонты, мы уже что-то можем делать, но при этом, при всем, ты будешь отмечать, но я не имею результата. И вот это и есть исцеление и бесплодие. Исцеление и бесплодие, некоторые так думают, исцеление и бесплодие, если я стану пастором, это исцеление. Ты можешь стать пастором, у тебя не будет людей. И у тебя будет все, что есть у других. Ты читаешь Слово, ты молишься часами, и может быть даже ты это будешь делать больше, чем это делают другие. И ты делаешь все, 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 у тебя есть определенный опыт, он есть, у тебя есть статус, у тебя все есть, у тебя одного нету, у тебя плода нету. Это может быть в бизнесе, в семье, в любой абсолютно сфере, когда мы уже дошли до своей мечты, а наполнить мечту не можем, и здесь нам снова нужно Божье Слово, которое будет способно проникнуть до глубин, для микросоединений, потому что вопрос исцеления и бесплодия – это микроскопическое исцеление на фоне молекул, атомов внутри организма, внутри семени, которому Бог, прикасаясь, изменяет алгоритмы этих соединений, так что из невидимого происходит видимое, и твой опыт наполняется смыслом, и твой опыт наполняется результатом, и теперь ты не просто имеешь возможность и статус, а теперь у тебя есть результат и плод того, что ты делаешь. И она получила это исцеление, и когда она получила это исцеление, внутри нее произошла борьба, и когда произошла борьба, она задает этот странный вопрос, зачем мне это? Когда мы стремились к тому, чему мы стремились, и теперь у нас пришел успех, а успех родил борьбу, и рожденная борьба внутри успеха, о котором мы мечтали, теперь говорит, а может мне это вообще не надо было? Я не знаю, как в семье бывает, наверное, иногда такое, а мне оно вообще надо было? Вот это вот все. Вот этот успех, который родил, вот эту борьбу, он мне нужен был? И эти сомнения, они могут разрушить нас, если откровение от Бога не посетит нас. Бог пришел к ней, и Он начал говорить с ней о будущем тех, которые борются. Он говорит, это не просто два человека, это два разных народа. Что такое разные народы? Это разные культуры, разные центры принятия решения, разные источники удовольствия. У меня уже нет времени, на моем секундомере оно вообще закончилось, уже 30 минут. Два разных народа, это абсолютно две разных структуры. То есть это будет, дорогая, не только 9 месяцев. Это будет при всей твоей жизни, я скажу, это будет даже за твоей жизнью, когда твое поколение уйдет, это будет продолжаться, потому что то, что внутри тебя, это не просто два разных человека, это абсолютно два разных народа. Когда мы имеем внутри своего успеха эту борьбу, и мы думаем, ну сейчас я решу эту проблему, сейчас я с жадностью разберусь, сейчас я с осуждением разберусь, сейчас я с этим искушением разберусь. Дорогие, эта борьба будет преследовать нас всю нашу жизнь, пока однажды мы не оставим эту бренную землю, не перейдем к нашему Господу. У нас постоянно вместе с благословением Господним будет приходить искушение. Но кто из вас не испытывал искушения при больших благословениях? Самое простое, это финансовое. Я увлекусь немножко этим. Однажды к одному из моих друзей, епископу, он пришел, брат, говорит, пастор, помолитесь за меня. Он говорит, в чем дело? Вы знаете, вот я раньше, вы знаете же, как я пришел в церковь, я работал, перебивались от копейки до копейки, от зарплаты до зарплаты, и мне было так легко, так хорошо, как бы я приносил десятину, мне было все легко. А теперь вы же знаете, у меня крупный бизнес. И мне так тяжело стало это делать. Я каждый раз борюсь, у меня приходят, и у меня хорошие приходы, но чтобы отделить десятину теперь с того, что я имею, и принести, мне это так тяжело. И епископ говорит, хорошо, я понял твою проблему, давай помолимся. Он начинает молиться за него. Господь, ты видишь, как борется, сражается мой брат, как ему тяжело, пусть он снова живет от зарплаты к зарплате. Он говорит, стой, стой, стой. Пастор, я все понял. Я все понял, все хорошо, не надо так молиться. Благословение приносит борьбу. Успех всегда будет приносить борьбу. Результат всегда будет приносить борьбу. Мы сначала к нему стремимся, потом он приходит, приходит искушение. А как теперь исполнить волю Божью вместе с тем успехом, который мы получили? Могу ли я все еще исполнять волю Божью и иметь тот успех, который Бог помимо этого дает мне? Сама борьба по себе не имеет в себе никакой проблемы. И для этого нам нужно иметь это откровение, эту скрижаль внутри своего сердца, чтобы Господь Иисус, Он мог давать нам эту способность с пониманием отличать одно от другого. Когда Христос был на земле, люди и Его ученики, они начинали иногда развивать какие-то мысли. И прежде чем они их развили достаточно, Господь достаточно, так знаете, коротко, строго, просто говорил. Он обрывал их мысли на подлете. Он не давал развиваться им ни в правильном отношении мышления. Они еще только думают об этом, а Он уже дает им ответ. Он уже говорит, Он говорит, я не хочу, чтобы вы инвестировали свое время в эти мысли. Они пустые, даже не думайте, даже не боритесь. Когда мы имеем откровение от Бога внутри себя, мы перестанем делать пустые инвестиции. Нам нужно увидеть на вот этом микросоединении, еще внутри каких-то процессов, на микровзглядах каких-то, понять, а что будет Бог благоволить, а к чему нет. Как можно было различить Богу, Иакова и Исава, когда эти два зародыша просто там возились в утробе матери, а Он уже определяет и говорит, они еще написано не сделали, плохое, худое, ничего. Они еще даже не родились, а Он интуитивно на каких-то микроэтих соединениях внутренних, Он говорит, послушай, вот с этим будет это, вот с этим будет это. Дорогие, мы от Бога должны иметь эту способность в себе, когда мы начинаем какое-то дело, какие-то отношения, какие-то мысли начинаются внутри нас. Мы должны быть способны проникать, не ждать, пока это будет худо или хорошо, а где-то на уровне этих вот микросоединений осознать и не вкладываться, не инвестироваться в то, что не будет иметь никакого успеха в будущем. Мне нужно уже поспешить к завершению проповеди. Прославление выйдите, чтобы ободрить всех нас. Возвращаясь к борьбе, возвращаясь к борьбе, однажды, впоследствии, Яков пришел ко времени, когда ему нужно было встретиться все-таки с братом, от которого он убежал десятилетия назад, и Бог приходит к нему, и у них происходит борьба. И я думаю, Господь, почему бы тебе просто к Якову не прийти? Парню и так тяжело. У него и так впереди непростой разговор. Он и так внутри, такой внутренней суеты находится. У него и так его страхи поедают. Он уже пожертвования, я не знаю, сколько послал. Знаете, бизнесмены иногда бывают очень жертвенными, когда к ним приходит налоговая. Они думают, что принеся что-то Богу, они смогут где-то договориться. Но это тоже отступление к бытовому. Он был очень жертвенный по отношению к своему брату. Он одно ему высылает наперед, другое высылает напрямую. И Бог приходит к нему и казалось бы, давай сядем у костра ночью, просто поговорим о моих проблемах. Я поплачу, если ты мне скажешь какой-то совет, отдашь, Бог начинает делать неестественное для Бога. Бог ни с кем не борется, дорогие, если вы будете изучать Писание Священное, вы увидите, он в принципе как бы не на это настроен, он Бог. Он начинает бороться с Иаковым, Иаков начинает бороться с ним. И вы знаете, это была, наверное, первая борьба, о которой мы читаем после той борьбы, которая была в утробе. После рождения Иаков мы не читаем о том, что он боролся, он всегда убегал. Он приобрел хорошие кухонные привычки убегать, обманывать. И вот он борется. Почему? Потому что Бог знал, как активировать этого мужчину. Он знал, что в борьбе он откроется, он раскроется, он станет тем, кем он должен быть. Бог дает ему имя, он получает благословение. Там в борьбе он открывается, наш внутренний потенциал. Очень часто открывается через это противоречие нашей жизни и Божьего Слова, когда мы начинаем бороться, как будто самим Богом, отстаивая то, что для нас кажется важным. Вдруг что-то новое в этой борьбе открывается, и мы начинаем по-новому видеть нашу жизнь. Христос в Гефсимании находится в борьбе. И он борется не с Богом, но как бы в нем борется Бог и человеческая природа. Человеческая природа кричит, нет, я не могу войти на эту голгофу, на эту крестную смерть, на это позорище, на это поругание. Человеческая природа начинает бороться с Божественной природой, которая говорит, послушай, да никто у нас не заберет жизнь, мы просто отдадим, чтобы снова принять. Мы воскреснем, все будет в порядке, все будет хорошо, происходит борение, и в этой борьбе Христос выходит победителем, и это место, которое я прочитаю, будет последним, и мы будем молиться. Послание к филиппийцам, 2 глава, 6 по 11 стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога и Отца. Скрижали – это скрытый потенциал борьбы, который высвобождает откровение, как ключ устойчивого благословения. Нам нужно с вами иногда перестать бегать от самих себя, а войти в борьбу. Не почитать борьбу тем, что Бог не благоволит, если у нас есть борьба. Если бы это было так, Христос бы не был в борении в Гефсимане, но Он победил. И как Яков получил новое имя Израиль в борьбе, так Христос в борьбе получил имя выше всякого имени. И Он получил устойчивое благословение. Его позиция сегодня абсолютно устойчива. Его никто не может сбросить с небес. Это никогда не перестанет быть. Он всегда будет одесную самого Бога. Священникам по чину Милхиседека написано навек, то есть навсегда. Неизменное устойчивое благословение пришло внутри борьбы Слова и человеческой природы. И когда Слово обрело победу, вместе с этой победой человечество обрело устойчивое благословение. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова